Добрый вечер, дорогие мои миракулёры. Если у вас не вечер, мне плевать. Я сигма, крутой, я сигма, 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 сигма. Собственно говоря, да. Что за кринж? Начнем с чего-нибудь лёгенького, с чего-нибудь вкусненького, да, вот это вот, знаешь, вот лёгкое вот это вот дуновение какого-нибудь прекрасного контента и дует, как говорится, с как, как, с как обычно, с фигбука. Если будет два лайка, то мы вернемся на следующее видео в фигбук, да, насладимся другими фанфиками, которые присутствуют на фигбуке. Если ты не ставишь два лайка, да это два раза нажимаешь на лайк, то я прихожу ночью и съедаю тебе лицо, поэтому не ставь лайки, да. Гарри Поттер. Прекрасные авторы продолжают клепать по Гарри Поттеру прекрасные НС-21 фанфики, потому что у меня попадают волосы, поэтому мы будем ими наслаждаться. Гарри Покер, 1097 года. Парень просто появился на сцене в 97-м году, и с 97-го года его вместе с драком Алфо им чпокают без перерыва. Первый фанфик, который у нас называется, я сидел у окна за окном осина, я любил немногих, однако сильно. Мне, как сельскому быдлу, очень сильно хочется добавить, я записывал хотя бы, да, мне, как сельскому быдлу, очень сильно хочется добавить туда матерок. Чисто вот матерок в рифму, знаешь, типа, я сидел у окна за окном осина, я любил немногих, пошел на. Что-то вот типа вот такого вот, понимаешь? Я до сих пор не запомню, что такое ОМП и ОЖП, и мне не подписывается теперь, да? Теперь я пошёл нахер, собственно говоря, мне теперь даже фанфик не будут подписывать. Говорят, быдло, за столько лет ты должен был научиться узнать, что такое ОЖП и ОМП. Поэтому мы не знаем, что это такое ОЖП Антонин Долохов, да? Самый лучший персонаж в игре. Вера Волконская, посмотрим на создательный из фанфиков. Вон, ля какая, ты посмотри, да? Красивая, невероятно. Вот, написала, как чпокают Гарри Поттер и Антонина Долохова. Григорий Долохов, неожиданный брат Антонина Долохова. Антонин Долохов, Антонина Долохова. 20-й век. Время потрясений. Российская империя перестаёт существовать. Осуждаю. На её месте возникает СССР. Но в магическом мире империалисты всё ещё борются с коммунистами. И вместе с ней противостоят Грин-де-Вальду. Мы с вами выращиваем своих врагов. Трагедия. Из-за того, что, видимо, империя российская пала. Киллер Грин-де-Вальд не нашёл более лучшего места, чем уничтожить СССР. То есть СССР создал Грин-де-Вальда, получается? Секретная разработка Сталина. А где Сталин-то? Сталин и Ленин, насколько я понимаю, да? Или Николай Второй решил создать Грин-де-Вальда. Из-за этого российская империя уничтожилась. И только Вера Волконска и Григорий Долохов смогут уничтожить, да? Полюбить друг друга, посидеть у окна за окном Осина. И восстановить СССР. Уже в СССР чпокают Гарри Поттера. Уже. Первый. Первый фанфик наш с тобой, понимаешь? Ставь два лайка. Dreams and other deceptions. Ладно. Это всё, что у меня осталось от него. Сны и другие обманы. Всё, чем мы были и всё, чем мы когда-нибудь будем. Битва за Хогвартс. Во сне, насколько я понимаю. Ангст. Ангстрэм. Как он пишется? Чувство тревожной тоски, ощущение беспросветности бытия. Зрелые персонажи. Они спят и любят друг друга во сне, как зрелые люди. Вот представляешь, мужичок проходил мимо тянки. Он её не трогал, ничего с ней не делал. Просто мимо неё прошёл, ну, вписал её неожиданно. Она после этого ложится спать. И во сне он от врага, её собственного, превращается в её любовника. Происходит пост-хок, нецензурная лексика, битва за Хогвартс, hurt comfort, а уж зрелость она там получает ещё дополнительно. Флаффи становится, да? Трёхголовая вот эта вот она становится женщина, да? Потому что трёхголовые женщины это... Не говорите моей девушке, собственно. И в конце всего она теряет память. Все 13 лет. Хотя чпокнуть Гарри Поттер, насколько я понимаю. Осуждаем. Драка получает необычный подарок от своей подруги детства на 15-летие. Насколько я понимаю, бухло ему подарили, да? И покурить. Малфой намерен узнать о подарке больше. Прочитать на обёртке, да? То, что, типа, курение вредит здоровью. Но девушка не возвращается в Хогвартс после праздника. В смысле? Его подруга не вернулась в Хогвартс. Ну, то есть его подруга должна остаться у него, по идее? В подвале его? Или нет? Молодой лорд подозревает, что её исчезновению причастна семья Нотов. Вот оно чё. Однако попытки поиска правды оказываются безуспешными. Тем временем над Англией сгущаются тучи. И перед чистокровными магами встаёт непростой вопрос. Курить или пить, насколько я понимаю? Или поматериться? А чё ты? Скачать фанфик? Установить приложение? Фигбука? На компьютер? Да побойся бога, нет. Четыре наследника Тёмного Лорда. Отключены от наследства, насколько я понимаю, раз они все перечеркнуты. И получается, это, Волдемор ты секс имел? Четыре раза? Не, ну либо один очень хороший. Пэрин, я представляю, что Пенсия Паркинсон, сложный выбор. Неразборчиво в своих отношениях. Дракобалфы, ОЖП, Гербердак Рейджер, Тардурнот и прочие товарищи. Фред Уисли, Джордж Уисли, Симус Федика на Блэйс Забини. Подожди, четыре наследника Тёмного Лорда. Это его дети или это Фред Уисли и ОЖП со сложным выбором Пенсии Паркинсона? Не надо было описать, кто является анастетником Тёмного Лорда. Вот эти вот, я разговариваю, что не умею. Отстатья по этому критик, потому что я разговаривать не умею. Подчиненно, понимаешь? Вот Джоан Ройк написала помойку свою. Нормальные люди пофиксили всё это, понимаешь? Они просто добавили секс Тёмному Лорду и всё, он перестал быть Тёмным Лордом. Переквалифицировался в Тёмного Лорда на Тёмно-оранжевом сайте. Обоснованный ООС. Общероссийский официальный сайт. Есть Гарри Поттер, тут нет Гарри Поттера. Подожди, Тёмная Сторона Гарри Поттер. И тут нет Гарри Поттера. Или он в прочих товарищах, или его не надо добавлять. Книга называется Гарри Поттер, он главный персонаж книги. Он в прочих, он вообще второсипедный хер на самом деле, да? Потому что самый главный Дэвил Долгопоп, мы все это знаем. Фэнтези. Такой красоты в реальной жизни не может быть. Элементы юмора, элементы Стёпа. Прям как в этом видео. Прекрась, мне уже нравится этот фанфик. Смерть Тёмного Лорда не поставила точку в правлении Пожирателей на территории Магической Британии. Они установили новые правила и возвели из руин государства, столько лет утопающие в крови. Но за всё время поступки рано или поздно приходится платить. Почему Волдеморт это не создал? Пожиратели Смерти такие, а давай создадим злой СССР. Вот так вот. И создали. Министерство магии, всякие волшебники добрые, которые присутствуют, типа Магодегал, того же самого Сарадова Гарри Поттера и все остальные, которые боролись против Пожирателей Смерти. Обосновывается государство варваров, вот как в цивилизации. Вот поселение варваров появляется кровяное. И все такие, да и ладно, собственно говоря. Мы Волдеморда побенили, побенили. Вот там какой-то Василий Ебанков, главный в этом поселении. Да и срать нам 20 раз. И за всё нужно платить. Гарри Поттер раздуплился через несколько серий. И вот такой вот, а, подожди. Мы вроде как должны их тоже победить, наверное, да, вроде как? Настолько гениально то, что даже в главный герой не попал. Он в прочих товарищах засунут был. Если что, осуждаем. Запрещен на территории Российской Федерации. Слэш. Помни меня. Это, видимо, фанфика, типа, воспоминания до того закона, который приняли в Российской Федерации. Типа, помни меня, я слэш. Гермиона Грэнджер Тордорнот. А это не слэш. Гарри Поттер и Дракобалфрей. Вот это слэш. А Гермиона Грэнджер, она ей, типа, вообще по барабану. Да, добавлено вот со всеми. Ауф. Хорт комфорт. Сонг фиг. Это, типа, будет как вот этого. Знаешь, у тебя хай мюзикл. Как это называется? Вот эти музыкальные фестивали от Диснея. Как вот это называется? Музыкальный спир... Как он называется? Классный мюзикл. Вот, классный мюзикл. Оз. Обоснованный оз. Просто оз добавлено для того, чтобы добавить. И обоснованный еще оз. Откуда не от канона? Да ладно. Это так в каноне было. Да издеваешься, что ли? Селф-харп. Осуждаю. Сером... А, все, остальное, конечно, не осуждаю. Ну, блин, потерю памяти я тоже осуждаю, на самом деле. Слоу Берн. Обидно. Это автор Джонго. Так у тебя есть и автор, и название вот этого. Ты можешь сам найти это или нет? Направление, в котором развитие событий и движение клавных героев до встречи друг к другу происходит медленно, постепенно, этап за этапом. Мы выделим следующее популярное произведение. Однажды разбитое сердце. Стефани Гарбер. Магия, пропитанная ядом Джуди Лин. Мир клятва королей. Микки Холст. И... Помни меня. Слэш. Ответа Леметти, собственно говоря, да? Осуждаем все, если что, заранее. Потерял часть воспоминаний и возможность колдовать. Вернёт на свои места. Насколько я понимаю, член свою задницу от Драком Алфоэда. Осуждаем, если что, 20 раз. Респект официальных российских сайтов происходит. Джей выслил Луна Лавгут, Сибис Федиган, Северус Снэйп. Добрый вечер, да? Он контролирует это всё. Это всё у него на уроке происходит на задней парте, насколько я понимаю. И нецензурная лексика. Рейтинг за секс происходит романтика и тихий секс. Я же говорю, реально, всё, кстати, в партии происходит у Снэйпа. А грубый происходит со вторым хэштегом, когда Снэйп всё это узнаёт. Я чуть случайно не нажал найти в Яндексе. Я случайно чуть это не выделил и не нажал найти в Яндексе. Яндекс Яндекса, поможешь мне найти эти интересные хэштеги, если что? Осуждаем. В Хогвартс приходит новая ученица. Но что будет, если она влюбится в самого высокомерного парня в школе? В Северус Снэйпа, что ли? Хотя, кто знает, бенчу бить девушка, сможет покорить его сердце. Расслежь не сможет, получается, насколько я понимаю. Я не понимаю ничего, вообще, абсолютно. Ой-ой-ой, я тут вижу, смотри, ой, тут множественные архазмирования происходят. Да ты что, тут осуждаю? Ой-ой-ой, тут происходит... Ой-ой-ой. Это история Сириуса Блэка и Ривуса Люпидов. Это была Ванда Браун и подмывать его на первом месте. Правильно? Когда они узнают, что значит быть отцом-братом-опекуном Гарри, одновременно находя любовь к себе. В Англии им не дали опекунство на Гарри Поттера, если бы они не стали жить друг с другом, да, насколько я понимаю. Воспитать его, как он вырастет с человека, который возглавит войну против Фолан-де-Морта. Медленное развитие гини. Какой гини? Гини Висли, насколько я понимаю, да? 342 страницы психологических пыток. Охренеть. Это, видимо, автор специально написал, или написал... Хлоя Фру... Фую... Сука. Фую... 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 Я уже, наверное, вывел этого человека тем, что я не смог прочитать нормально, правильно ее имя, да? Пенси Паркинса со всеми спит, насколько я понимаю. Чего у нас такая популярная стала, я не могу понять? Просто в каждом фанфике по Пенси Паркинса засунули. Притом она чмокается со всеми, даже больше, чем Гермиона. Это вообще осуждение максимальное. Ты за шо? А кто тут старостепенный персонаж-то? Слеж вот этот вот. Не который мужской, а который вот этот вот, обратный. Типа с женщинами. А, ну естественно. The star boy about the pain and blood. И на русском языке это, собственно говоря. Потому что две звезды мужчины, которые о крови и боли. Это звучит не так красиво. Саркастичный, очаровательный префект факультета физики. Гриффиндор, Пуффиндуй, Слизерин. И физика. А есть факультет физкультуры, я не знаю. Все учат магию, и вот этот вот, знаешь, антагонист учит физику в Хогвартсе. Который отрицает свои чувства к одному из друзей, но никак не может скрыть ревность. Ах ты, сука. Что ты в Хогвартсе делаешь вообще? Импульсивный наследник древнего рода аристократов, что помешивает только на аристократии. Который бунтует против своей семьи и не стесняется в открытую флиртовать с тем самым префектом. Тильда, 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 тильда. Блэкхэт. Кто здесь Блэкхэт? Кто здесь Блэкхэт? Пришел к своему офицеру. Ладно. И что таит себе мэннер Люпинов? Люпин бомж, какой мэннер? И тут нет хэштега типа отклоняя от канона, то есть это канон. Видимо у Люпинов еще и свой мэннер есть. Какие тайны разгадает префект? И что за человек за окном? Что таит себе мэннер Люпинов? Какие тайны? Его нет просто. Вот какую тайну хранит в себе этот мэннер. И какие тайны разгадает префект? Зачем ему разгадывать тайны, если он хочет шпокнуть своего друга? И что за человек за окном? Ну почтальон, наверное, я не знаю. Принес вам слэш для вашего мальчика. Может еще три фанфика и все, я на этом закончу после этого. На первый раз хватит. Два лайка добирается, переходим еще раз. А может 7 лайков? Слушай, не Нео 143 дал мне или далам, или, ну короче, автор. Меня же опять забанят, если скажу, что это автор. Вдруг это авторка, вдруг это авторко. И все. Короче, хер вот это. Дал мне идею насчет того, что 7 лайков может быть. Блин, слушай, 7 лайков это сильно на самом деле. 7 лайков и новое видео. И все это на 8 страниц, кстати. С тентаклями. Еще у меня в одежде. Мы призвали тебя, дьявол желаний, воскликнул Джордж. А, ну все понятно. Долбан, я не дьявол желаний, невольно пробурчал существо. Близицы остолбленели госбол до уши со знакомым. Драко? И тентакли еще на 8 страниц. То есть они призвали Дракобалфу и говорят, ну блин, ну билеты назад дорогие на самом деле. Оставайся с нами, мальчик с нами, будешь нашим королем. Всегда спойлеры, когда пишут, типа спойлеры. Естественно, это... Ну естественно. То же самое, что ты берешь велосипед, оборачиваешь оберточной бумагой. Ну это ж не PS5. Опять Пенси Паркинсон. Да что за бред, почему ее все чпокают? Это новый тренд какой-то, я что-то пропустил? Пенси Паркинсон. Почему популярная, а не я? Как жаль, что Пенси Паркинсон почти не было в фильме в Кене, но появилась гораздо чаще. Ну и ладно, не появлялась, не появилось, что бубнить-то. Карина базу выдала, кстати, на самом деле. Билеты на порнохаб точка, да? Концерт кислока будет! В каком возрасте начинается Паркинсон? Бля. К врачу приходишь, тебе врач, я невропатолог такой. Мне не хочется вас расстраивать, но у вас Пенси Паркинсон. Ладно, как говорится, не найдено популярное не... У меня тоже не найдено на канале. О, открытый финал, да ты шо? Обожаю открытые финалы, когда просто фанфик завершен и открытый финал. Я не понимаю этого прикола. Кто от этого кайфует? Вот какой человек кайфует от открытого финала? Можно посидеть, порассуждать? Да не хочу я посидеть, порассуждать. Че ты решил, че ты завершил из этой истории? Это то же самое, что ты берешь такси, тебя таксист везет, высаживает тебя где-то вот перед концом пути и говорит, а дальше найди той дорогой, которая тебе нравится. Вот через вот эти вот гаражи. Иди сам самостоятельно. Че сам? Брэ, это самый ленивый автор из всех придумал этот открытый финал. Просто завершая историю вот так вот на полпути, думайте сами, решайте, как это все закончится. Посмотрите, мне п***ь, 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 я Райн госник, если что. Отец проигрывает дочку дьяволу Северусу Снейпу, это несерьезная работа. А вот так вот, собственно говоря. Ща бы в карты на детей играть, кстати. Мне ужасная шутка в голове появилась, я не буду ее озвучивать. Кто понял, тот понял, на камшоты играть. Избран для утех, и он еще и умер. Темный лорд, а, он умер от двойного проникновения, насколько я понимаю, да? Темный лорд призывает доставить мальчика, который выжил в Малфой Мэннер. Для сексу... Ну это гениально, блин, ну на самом деле, гениально. Гарри Поттер это крестраж, который охраняет Дамблдор, его охраняет Министерство Магии, его охраняют заклинания в Хогвартсе, еще куча всяких вещей. Но темный лорд такой, доставьте мне мальчика для сексу... Осуждаем, если что, на самом деле. Северус Снейп решает подгновить ничего не подозревающего Поттера к приключениям на его задницу. Ну это гениально просто, на самом деле. Реально, почему Северус Снейп просто не сделал так, вот как вот это вот в фанфике? Это ж канонно. Трудности дома Принц. Белтрикс Блек, девушка, которой поставили выбор и... Де... Белтрикс Блек, девушка, перед которой... Белтрикс Блек, девушка, перед которой поставили выбор ее же родителей. Близится. Чел, ты... Сто шестьдесят страниц насилия и матов. Дочки злодеев тоже плачут. Вот так вот. Проснувшись в кровавой луже в подвороте... Я обожаю фанфики. Я их не читаю, я читаю только вот завязку вот эту. Это прекрасно. Только в фанфике такое может начаться. А его еще и трахали перед этим наверняка. Вот ж, это тату пожирателя смерти. Что, что? Вы говорите, чья я дочь? Твою ж мать, вернее, твою ж батю. И как мне к этому обращаться, раз даже имя его произносить не принято? Называй его батя просто. Называй его папочка, да? А, тут секса нет, тогда ладно, нельзя называть папочкой. Кто тебе сказал это в луже, я не могу понять. Бимжик какой-то рядом с ним разговаривает и говорит, ты дочь от Волдеморта. А не он ему просто ручкой нарисовал татушку, пока она лежала в крови, да? Чисто порофлить. Попробуй не потеряться. Я уже вампирочек, кстати. Это папич написал по сосочкам. Что думает папич насчет Гарри Поттера? Что будет, если попасть не просто в прошлое, а возможно в параллельную реальность? Вот, может быть, насилие, пытки и жестокость. Опять Пенси Паркинсон. Или типа чпокать, Гермиона это уже мавитон, насколько я поминаю. Помянем Гермиону Грейджер, почему бы нет? Когда конец уже, сколько я сижу? Мда, горение. Что? А, медленная горение, я думаю, мда. This too is secret. Это что-то означает, да? Это засекретный лавер, да? Засекретил что-то, да? Насколько я понимаю, вот в этом вот обращении, да? У родителей Гермионы есть секреты. Скрытые детали от ее происхождения. И совсем скоро достает черед перед Грейджер заключить договор с судьбой. Секс-магия, кстати. Договоры так подписываются, да? Насколько я понимаю, в магическом мире. Почему бы и нет? На 75 страниц магического секса происходит. И традиции. Ну, традиции, кстати. 694 страницы. Не, ну это жестко на самом деле. Это реально жестко. И Dungeon and Dragons еще. Если ДНД присутствует, тогда я понимаю, почему здесь столько всяких разных хэштегов. Они просто бросают дайсы, им выпадает 36. И допустим, бам, и психологическое насилие. Эпилог? Какой эпилог? Вот что это такое? Ааа, в которых игнорируется событие эпилога седьмой книги. Ааа. Прошло два с половиной года после битвы за Хогвартс. Сука, это эпилог? Какой эпилог? Блин, при чем тогда? А, ну война все еще не окончена. Ну, дочитывать предложить до конца надо, кстати. Но когда правая рука Гарри Поттера Гермиона Грейджера. А почему Нерон Уизли? Оказывается в плену у Антонина Долохова. Всем кажется, что теперь перевис точно на стороне пожарателей смерти. С какого ляда? Ну поймали они Гермиону Грейджер в плен. Ну и ладно, и срать на него. Это что, охуя? Все держалось на Гермионе Грейджера. А однорукий Гарри Поттер без этого, да, он не сможет вывести. И рейтинг за секс. Вот так вот, блин. Возможно, он останет тем самым троянским конем, что приведет Долохова к падению. Ну Гермион троянский конь, насколько я понимаю. То есть происходит рейтинг за секс в этот момент, да? А из Гермионы 20 разбойников вылетает с палочками, да? И падает из-за этого Антони Долохова. Вот это вот заклинание незримого расширения, да? Господи, это ужасно. Осуждаем. Медленное горение. Очка, насколько я понимаю, да? Не надо, дядя! Сириус Блэк испытывает стремление преследовать давнего школьного врага и не может контролировать свои желания. Медленно развиваются у них отношения. И свадьба еще у них. Это не спойлер, нет? Крестраж. Пока один из них жив, жив другой. Именно это гласилось в пророчестве. Вот так вот. Поэтому алкоголь, курение и каннибализм. 8 страниц. Кто кого съел? Типа, вот отношения между ними происходят, и кто-то кого-то съесть должен, да? Насколько я понимаю. Голодные игры. Ну и ладно. Опустошение. Вот он его высасывает уже, да? Насколько я понимаю. Осуждаю, если что. Гарри Поттер мертв. Война окончена. Волдеморт окончательно подчинял себя в волшебный мир. А кто кого сосет-то? Подождите. Спустя 8 лет после битвы за Холлорс, появление Ханны Эбботт на пороге его дома рушит все истины, с которыми драка пришлось научиться жить. О, Гарри Поттер жив. И вот они после этого пососались, да? Офигеть. Осуждаем, если что, заранее, да? 8 лет Гарри Поттер сидел в подвале, насколько я понимаю, и ждал. Он выращивал в свою правую руку Гермиона Грэнджера, троянского коня, да, который он подослал Волдеморту. Это связанные между собой два фанфика. Гермиона поймали. Что же теперь будет делать Гарри Поттер? Он пошел к Дракомалфу и чпокаться, почему бы и нет, да? Отверженные. Это последний до сегодня фанфик, слава богу. 50 оттенков серого. Вэс значит Вендетта. Великолепный век. Эрика Леонард Джеймс. 50 оттенков. Индевр. Такой хороший сериал. Ну не говори, какой Индевр? Кристин Грей и Елена Линкольн. Брат и сестра. Рано потерявшие мать. Занимаясь воровством и мошенничеством, молодые люди пытаются выжить. Однажды во время одной из воровских набегов они встречают загадочного богача. Это встреча меняет их жизнь. Они после этого посаживаются на БДСМ, на алкоголь, на каннибализм, на насилие, и не сортурную лексику попадают в сексуальное рабство еще, да? Вот так вот. Все, на этом закончим сегодня. Все, это в шопу, это фанф... Все, на этом заканчиваем. Спасибо огромное за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал, делись эти видео со своими друзьями. Люди, которые спонсируют мой канал, на Клуб Чемпионов, на Бусти, на Ютубе, спасибо огромное этим людям и всем людям, которые спонсируют и помогают моему каналу. Вы действительно помогаете каналу, спасибо вам за это огромное. Если хочешь помочь моему каналу и получать секретный контент, которого больше нет нигде, то подписывайся у меня на Бусти, ссылочка есть в описании. Также не забывай подписываться на Телеграм, на Твич, стримы на Твиче, Телеграм, истории из моей жизни, всякие разные приколы, всякие разные новости, поэтому не забывай везде подписываться. Увидимся с тобой в следующем видео. Люблю тебя, целую, обнимаю, удачи тебе и пока.